Сейчас я вам страшное расскажу. Сообщество Пайтон любит страдать. Как ты предал творение Хвита Фанроссума? Го тебя как раз оставляет задумываться хотя бы минимально. Не просто там кинул ошибку и забыл. Тяжело ворваться в Го. Го самый классный язык в мире, пишите на Го. Всем привет и добро пожаловать на подкаст Это Ор, где мы обсуждаем вопросы, которые крутятся вокруг IT и сталкиваем мнение. Сегодня мнения будут сталкивать Иван Соловьев, руководитель команд разработки в Euron. Приветик. И еще один соведущий это Гриша Петров, деврел в компании Euron, который помогает нам готовиться к выступлениям, к подкастам в том числе. В общем, делает нашу жизнь лучше. И также с нами сегодня Дима. Дима, приветик. Расскажи про себя тоже чуть-чуть. Привет, ребят. Да, я тоже в компании Euron работаю Python и GoLang разработчиком. Вот, уверен, будет о чем с вами перескутировать сегодня. В этом пилотном выпуске мы будем обсуждать Go. У меня тут два Go-разработчика. И другие языки, например, Python. Потому что, кроме того, что я помогаю делать конференции, заведую Деврел направлением в Euron, я еще, к примеру, организую российское сообщество Python-разработчиком вместе с нашим главой Валентином Домбровским и помогаю вести подкаст Moscow Python. Поэтому, несмотря на то, что Go я тоже неплохо знаю, я сегодня буду выступать в роли питониста и сталкивать свое мнение с мнением наших гостей. Дмитрий, я слышал о том, что ты тоже начинал Python-разработчиком. Как ты предал творение Хвита Фанроссума? Это дисклеймер. Да, действительно, я начинал как Python-разработчик. И довольно долгое время им оставался. Наверное, года два-три суммарно. Пока не открылся к чему-то новому. То есть, знать еще какой-то дополнительный язык, мне кажется, это отличная тема и в нем разбираться, погружаться. Итак, я выбрал Go, который довольно при этом легко на него перейти из питона. И при этом он производительнее, более высокоуровневый язык, поинтереснее. Дмитрий, мы знаем, что где-то полгода назад ты начал еще дополнительно менторить Go-разработчиков в Яндекс.Практикуме. И успешно выпустил уже одну когорту студентов. Скажи, пожалуйста, вот те люди, которых ты менторишь, как у них впечатление от стандартной библиотеки Go? Хватает ли им стандартной библиотеки Go? Как они понимают, где использовать стандартную библиотеку, где использовать более полнофункциональную какую-то опенсорс-альтернативу? Насколько им комфортно работать со стандартной библиотекой? Спасибо за вопрос. Ну, вообще, в целом, подход обучения именно в практикуме, так и Горта, которая выпустилась, он стоит прежде всего, чтобы как раз на начальном этапе студентам не наваливать каких-то дополнительных библиотек, дополнительных знаний. Мы работаем с тем, что имеем, и, соответственно, ручками преобразуем тело запроса в JSON и обратно и так далее, и тому подобное. Обычный, да, базовый логгер, надеюсь, скоро там поменяют в материалах уже, чтобы использовали хотя бы SLOG, но пока что имеем, что имеем с дефолтным логгером. И, соответственно, если мы говорим про Advanced, какой-то уровень, да, то это сырые грутины, не использованные киры в группы, да, обработка ошибок, каналы специальные для этого и группы. Вот, то есть все, чтобы студент понимал, как это под капотом работает, вот, а потом уже, да, на каком-то своем уже проекте или в последующих там заданиях, где этот материал пройден, уже типа можно использовать, да, какие-то знакомят и с определенными роутерами, которые позволяют упростить, да, всю эту настройку, ну и так далее. В общем-то, планомерное такое вкатывание людей, ну, естественно, со знакомством всех этих дополнительных библиотек, которые упрощать будут жизнь разработчику, все-таки стандартная библиотека не дает нам полноценно такой возможности. Это открывает маленький ящичек Пандоры, поговорить о том, вот, выпущенные студенты с Яндекс.Практикума, а насколько они вообще гоу-разработчики, насколько их можно пускать на какие-то коммерческие проекты, и вот, что им еще нужно, кроме того, чтобы пройти какие-то курсы, там, изучить гоу, для того, чтобы называться, ну, адекватным гоу-разработчиком, и какие еще гоу-разработчики бывают, вот, что значит там, медловый гоу-разработчик, сеньорный гоу-разработчик, и как это отличается от того, что в других языках, например, Python и Ruby. Дмитрий, вот, Яндекс.Практикум, который ты менторишь, скажи, туда приходят больше люди, которые уже программисты, которые хотят просто быстро вкатиться в гошечку и начать его использовать. Или это люди, которые до этого вообще не программировали, и вот они, приходят у них первый язык, гоу. Слушай, ну, второй тип довольно редкий, прям, наверное, единиц можно таких посчитать, в основном это все-таки люди, которые уже имеют какой-то бэкграунд, с других языков приходят, вот, ну, и что самое такое замечающее, да, мне как ревьюеру в основном даже кода, который я стараюсь ревьюить, как я бы впрод условно это запускал и не пропускал и так далее. Ну, основное в гоу, как мне кажется, проблема, это вот в том, что очень много подходов, нет какого-то стандартного фрейморка, да, как Роджи Джанго в питоне, вот там три слоя, и все понятно, все понимают, как его готовить, все знают там, какие у него есть боли и проблемы, вот, но с этим живут, соответственно, легко в него вкатиться. В гоу прям такой четкой, четкого разделения по архитектуре нету, и у людей как бы сразу такой встает диссонанс, что, ну, вот я написал, а у меня код уже, типа, я его не понимаю, да, мне сложно в него носить изменения. И вот это такая основная проблема, приходится какие-то, да, clean architecture, вводить какие-то водные по архитектуре, т.д. и так далее, хоть какой-то подход студентам дать, чтобы они могли его придерживаться при своей работе. Ваня, а на твой взгляд, вот отличается чем-нибудь кредирование гоу-разработчиков от того, что мы привыкли делать для, к примеру, питанистов или рубистов? Вот на твой взгляд, June Python Go разработчик, June Middle Python Go разработчик и Senior Python Go разработчик, они будут обладать примерно одинаковым скиллсетом с поправкой на язык или есть какая-то специфика? Что скажешь? Я хочу сказать, что отличаться ничем они не будут. Ну, то есть у тебя примерно один набор знаний нужен для, там, June Python разработчика, Go Python разработчика, ну, и то же самое касается сеньоров. Я бы, на самом деле, как-то, я где-то года полтора назад стал это скорее называть Software Engineer, то есть тебе по большому счету это без разницы на каком языке писать. Вот у меня есть разработчик, который раньше писал на Ruby, теперь он пишет на Go. Ну, он как раньше был полуавтономным, так и сейчас он остался полуавтономным. Я могу ему дать задачу, и он сходит ее решит. Вот, и от того, на каком языке он решает эту задачу, большой разницы нет. Саш, привет, ты классный. Вот, ну и то же самое касается там Go разработчиков. Вот у меня есть один Go разработчик, который раньше на .NET писал. Он также полуавтономный. У него была задача переписать один сервис .NET на Go, потому что .NET очень медленный. И он просто взял, пошел и переписал. То есть проблемой никакой не было. У тебя меняется синтаксис, у тебя меняются подходы, но при этом базовое знание, как работают хешмапы, как работают массивы слайсы, как указатели работают и так далее, кажется, в большей части языков у тебя одинаковое. Вот, даже если мы берем там 1, даже если мы берем плюсы и так далее, ну там вот есть указатели, вот работаешь с указателем, вот есть передача по значению, вот работаешь с передачей по значению. Вот у тебя есть Kafka, кролик, там, не знаю, Pazgres, Oracle, Nuts и все что угодно, и у тебя работа с ними особо не отличается. У тебя отличается только обертка для работы с ними, ну и так далее. То есть, да, у тебя есть специфика в каждом языке, бесспорно. У тебя есть особенности каждого языка, но при этом базовое знание по каждому языку у тебя плюс-минус одни и те же должны быть. То же самое касается там чистой архитектуры, про которую, Дим, ты говорил, то что кажется, что неважно, ты пишешь на Гошке, ты пишешь там на Джави со Спрингом. Поэтому знание чистой архитектуры тебе улучшит твой код, улучшит понимание, как ты можешь лучше, оптимальнее написать программу, чтобы тебе было проще тестировать, чтобы ты мог распорядить работу со своим коллегой, другим программистом и так далее. Вот. Ну, короче, я не считаю, что чем-то GoJune отличается от PythonJune, и то же самое касается сеньоров, медлов и так далее. Плюс-минус набор знаний одинаковый. Ну, со своей спецификой, да. Есть легенда, что опытный Java-разработчик способен писать на любом языке программирование, как на Java. Мне, как нейрофизиологу-любителю, с одной стороны, конечно, хочется с тобой согласиться и сказать, что да, есть вот какие-то фундаментальные основы, которым я учился 25 лет, алгоритмы, структуры данных, математика, хэш-функции, хэш-таблицы, вот это вот все, и что я совершенно не завишу от какого-то конкретного языка, и мне неправильно себя называть там питанистом или Go-разработчиком, что я software engineer. И вот очень хочется, но не получается, потому что нейрофизиология подсказывает нам, что человеческий мозг, он работает не так, как правильно, логично, справедливо, нужно, и даже, скорее всего, не так, как экономно по энергии. Хотя, казалось бы, вот люди экономят, например, деньги, да, экономить это хорошо. И логично было бы предположить, что мозг тоже должен экономить, но если не деньги, то хотя бы энергию. Но вот оказывается, что, скорее всего, мозг, он работает так, как он родимый обучился, и ровно тому, чему он обучился. И вот возможности генерализации, то есть обучиться одному, а применять потом в совершенно другой области, у нашего мозга довольно-таки скромненькие. И к чему это приводит на практике? На практике это приводит к тому, что если человек хотя бы 5-10 лет пишет, например, на питончике, то у человека в долговременной памяти формируется хороший такой ассортимент подходов к написанию кода на питончике. Он начинает узнавать эти конструкции в коде, он начинает узнавать эти конструкции в коде других разработчиков, он формирует некий такой набор best practices, как вот на питоне принято делать те или другие вещи. Популярные фреймворки, они, конечно, меняются раз в несколько лет, нет, ну, человек переучивается или остается в прошлом веке. И вот эти вот все... Нет, 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 у нас теперь Fast API, все мои знания по торнаде, а также мои знания, например, Перла или Паскаля, они превратились в тыкву. А вот совершенно автопик, мои знания Луа, полученные порядка 20 лет назад, когда я программировал себе интерфейсы World of Warcraft, они до сих пор актуальны, я могу на Луа и к Тарантулу что-нибудь писать, и к Nginx, и даже плагины к Pandoku, системе, с помощью которой я генерю PDF-ки для моего нового учебника по Пайтону. Очень универсальный язык. Но вот навыки, которые делают разработчика медлом, а впоследствии сеньором, мне как нейрофизиологу видится, что они очень-очень специфичны для конкретного стека, и чем лучше человек этот стек, этот язык изучает, тем большим объемом кода человек может оперировать, тем лучше, проще и комфортнее человеку ревьювить чужой код, и тем более идиоматичный и быстрый код он или она пишет сам. А если человек знает только какие-то очень общие подходы и пытается на любом языке писать, как на Java, ну, такое. Дмитрий, скажи, разработчики, которые приходят на обучение, обучаться Go с каких-то других языков, вот на твой взгляд, как человек, который читает их код, как человека, который их менторит, насколько они разные, насколько они пытаются разный Go код писать, насколько они пытаются разные подходы делать, насколько влияет их бэкграунд? Как раз если не провести вводную лекцию по архитектуре кода в Go, как там принято условно разделять, там на internal, cmd, package пакеты, то можно увидеть всякое, вообще любого рода построение структуры проекта, вот, все, некоторые даже очень часто все в cmd пихают, и потом объясняем им, соответственно, почему это плохо. Вот, я совершенно согласен с тем, что это действительно разница, вот, то Ацтека, то человек, который, его подходы, да, к написанию кода, потому что, ну, опять же, вот по опыту с питоном можно совершенно там не упарываться в архитектуру кода, особо там ничего не читать, не развиваться, и спокойно там на джанке в компании расти и вырасти, и быть, в принципе, успешным и классным разработчиком, ну, вот в этой узкой направленности. Вот, в год так не получится, все-таки, да, нет какой-то серебряной пули, которую могут большинство разработчиков придерживаться, ну, и приходится так иначе вот в это все дело погружаться, и есть много гайдлайнов, которые, да, не глупые люди придумали, тот же Гуангси Алинд, который тебя бьет по рукам даже из-за нейминга, если вы правильно настроите, это все ведет вот как раз к единым стандартам, к единым ставкам гайдам, которые позволяют писать нам под лучшим, качественным и расширяемым гибче. Несмотря на то, что это пилотный выпуск подкаста, у нас есть мнение о том, каким должен быть наш подкаст. Подкаст — это ОР про разные мнения, про столкновения мнения, и мы будем стараться эти мнения озвучивать. Короче, смотрите, по поводу Пайтона и Ruby и там всего чего угодно, где есть фреймворки. А как часто вы увидели, что бизнес-логика была в модельках написана? Или в контроллерах? Почти всегда. Ага, так. То есть я правильно понимаю, что тебе Пайтон-разработчика тоже нужно обучать, чтобы он бизнес-логику писал там, где она должна лежать. Там неважно, в юс-кейсах, в интерсекторах, в интерсепторах и так далее. Вот. Ну то есть у тебя все равно есть, это скорее вопрос про специфику. Да, у тебя есть там Django, да, у тебя есть Rails, там Spring, все что угодно. И тебе все равно нужно сказать, разработчик, дорогой, смотри, ты бизнес-логику пишешь вон там, а с данными ты работаешь вот тут. А контроллер тебе вот для этого нужен. Так у тебя и в Гошке то же самое. Только у тебя нет вот этой красивой обертки, вот этой красивой кнопочки, которая тебе стартанет проект с самого начала, сделает какой-то как-то буллер-плейт, ну вот это, короче, развернет там шаблон проекта. У тебя и там, и там есть специфика. В Гошке вот чистая архитектура, вот так вот по папочкам, по директориям, точнее все разделяй, по пакетам разделяй. В Spring не пиши логику в модельках, ну и так далее. Это же вопрос про специфику скорее, а не про специфику конкретного языка, а не про то, что они чем-то фундаментально отличаются. Тебе все равно любого разработчика и Python, и Go нужно учить, что вот смотри, вот есть сортировка, вот есть сортировка разных видов. И в зависимости от твоих задач ты используй нужное. То есть это какая-то база, это какая-то теоретическая основа, которая нужна любому разработчику на любом языке. А дальше у тебя уже накладывается специфика конкретного. Как раз вот я к этому веду, что у тебя без разницы, какой у тебя разработчик, на какой технологии. У тебя меняет специфика, а база остается. И специфика языка, она сильно меньше, чем базовая информация в программировании, которую тебе нужно знать. То есть вы в любом случае там и в Яндекс.Практикуме, и в других местах программистов обучают то, что чувак, ну вот так код писать надо, вот так циклы работают, так условия работают. А вот так в джанге, в конкретной джанге тебе нужно вот туда бизнес-логику класть. Вот. Ну, короче, у меня другое мнение, я с вами категорически не согласен. Ну, я попробую, наверное, его также парировать в том плане, что мне кажется, проблема в Go как раз в том, что если в других языках у нас разработчики в основном приходили, ну, сразу обучаясь этому языку и видели, то есть с нуля, да, не забитую голову, тем вот как в джанге принято, там, в питоне, в фастапе и так далее, как там в джаве, например, да, мфс паттерны и так далее. И вот они переходят в Go, и у них вот есть одни паттерны в голове, а какого-то... А если на проекте нет вот как раз Go-разработчика, который уже всю эту структуру понимает, как бы хорошо бы писать, иметь, то они будут городить совершенно свое, совершенно новое. А если взять один-кодному подход, который они из другого языка заиспользовали, то не факт, что он выстрелит, ну, не выстрелит в ногу, соответственно, этим людям, потому что, ну, есть специфические кейсы, да, и по обработке ошибок, и по другим местам, и очень легко такой проект превратился в коммунизм. Дмитрий, ну, откуда такой пессимизм? Откуда такие сомнения? Что значит не выстрелит? Конечно же выстрелит, ну, всегда же стреляет в ногу. И, коллеги... Это, знаешь, еще я хочу накинуть здесь то, что давайте тогда мы будем разделять не Python-разработчик, а будем говорить конкретно Django-разработчик, Spring-разработчик, .NET-разработчик и так далее. Потому что ты берешь там ту же самую Java, ту же самую Spring, вот у тебя Spring, большой фреймворк. Ты берешь фреймворк, выкидываешь, вместо него берешь какой-нибудь KTOR, чисто вот роутер, и вокруг него сам уже там работу с базой выстраиваешь, юзкейсы и так далее. У тебя уже совершенно другие подходы. Хотя вроде та же самая Java или тот же самый Kotlin, тот же самый JVM у тебя остался, а при этом подходы у тебя совершенно другие. И думаю, что и в Byte, и в Ruby то же самое есть. Вон ты в Ruby выкинул Rails, взял что-нибудь другое, и все, и добрый вечер. Active Record-а у тебя нет, там, не знаю, работа с контроллером у тебя по-другому, с реализацией у тебя по-другому. Вот. Но это кажется, что вопрос про специфику конкретного инструмента, а не про базовые знания, которые всем разработчикам нужны. Безусловно, у рельсовика-затейника много экспертизы именно в рельсах. И, например, я как backend Python developer, который занимается бизнес-логикой, моя экспертиза не сильно пересекается с экспертизы, к примеру, Data Engineer, который занимается работой с данными, либо с ML Engineer, который использует тот же Python для Machine Learning. Да, мы все трое знаем синтаксис языка, но синтаксис языка это небольшая часть. Я все хочу спозиционировать наш подкаст, несмотря на то, что у нас пилотный выпуск, у нас, и у меня, и у Вани есть видение того, что это подкаст, где мы высказываем разные мнения, мы показываем разные мнения, и мы хотим сделать эту историю интерактивной, поэтому, знаете, Поэтому мы сейчас несколько секунд замолкаем, и вы говорите свое мнение в экран, желательно кричите в него, вот, мы, естественно, вас послушаем, только, пожалуйста, напишите потом об этом в комментариях, поставьте лайк, и мы, конечно, прочитаем ваш комментарий, возможно, даже ответим на него. Каждый раз, когда я смотрю какие-то что-то на ютубе, и вот человек говорит, ставьте лайки, подписывайтесь на наш подкаст, я такой, оу, это фраза, которая уже просто, вот, как заезженная пластинка, вот это вот, ставьте лайки, подписывайтесь на наш подкаст, а потом понимаешь, что, ну, о людях надо заботиться, людям надо помогать. Если не сказать про то, что ставьте лайки, подписывайте на наш подкаст, то сюрприз, сюрприз, никто не поставит и не подпишется, а это довольно полезно, более того, это довольно полезно и вам, потому что, чем больше людей пролайкает и подпишется, тем большему количеству зрителей современной социальной платформы этот подкаст покажут, тем больше людей придет в комменты и там нас выскажут свое мнение, что мы с Ваней очень-очень вам рекомендуем, пишите свое мнение по озвученным вопросам прямо под этим подкастом на всяких разных платформах, мы будем там в свою очередь писать какие-то ссылки на интересные ресурсы, крутые чуваки по ГО, кого можно почитать, послушать, посмотреть прямо сейчас и главное, мы туда регулярно будем заходить вместе с гостями и устраивать в этих комментах обсуждения и вот там будет настоящий ОР, оператор ОР, а не то, что вы подумали. И я хочу перейти к следующей теме, которая удачно стыкуется с темой градирования, это насколько вообще вот тяжело ворваться в ГО. Дмитрий, расскажи свою историю, вот как тебе после питончика в ГО, что тебя удивило, что огорчило, что наоборот порадовало, насколько это было тяжело или не очень? Ну вот как раз таки буквально все там грабли, в которых я рассказываю о тех проблемах я как бы и наступил при переходе на ГО, то есть изначально это была такая фан-история типа поизучать язык, классно, круто, потом действительно он зашел, то есть там, да, есть специфическая обработка ошибок, но вот эти вот для какой-то параллелизма, синхронности писать о синхо-вейте в питоне с учетом всего легоси, в ГО, всего этой истории нет, это в принципе как можно передавать данные между разными грутинами при помощи каналов, очень отличный современный здравый классный подход вот этим язык естественно привлек, ну и стал потихоньку переходить, причем это было довольно резко на мой взгляд сейчас, я бы так это шустро не сделал, там за полгода условно по дополнительному времени бы проходить всякие курсы и уже попробовать ротироваться внутри Яндекса вот, ну и привело это к тому, что я попал буквально к тем же людям, которые также по сути с других языков и переходили вот, и нагромоздили довольно такой суровый проект, в котором люди, которые там несколько лет работают, они только и разбираются, чтобы в него что-то писать приходилось ну довольно много времени тратить и пытаться какую-то информацию, какие-то клочки найти, чтобы вот что-то понять о том, что тебе нужно реально в ГО добавить. Вот, ну и набив такие шишки уже вот как раз пришел к тому, что очень важно заранее думать именно в ГО, так как нет вот каких-то четких подходов там, как как Рейлс, как Джанго, как Спринг, да, о том, как тебе все-таки кошку готовить и как на ней хорошо бы структуру продумать и структуру кодекса. Когда мне говорят, что в ГО какая-то обработка ошибок, мне хочется сказать, что нет, нет, нет в ГО никакой обработки ошибок, и вот это вот ред-эр это ужасно. Но правильно, лучше не всегда бросать исключения. Вот исключения бросил, а потом ищешь в коде, а что же, откуда у меня пятисотка в сервисе, а почему он упал на проде, а почему у меня память течет. Тема отдельного подкаста, на который мы пригласим хаскелистов, раст-разработчиков, рубистов и обсудим обработку ошибок. Кстати, за пилотным подкастом у нас есть уже планы по всяким разным другим подкастам, по другим языкам, технологиям, и если вы видите, что вот в том информационном пузыре, который вы наблюдаете, мало информации по какой-то интересной вам технологии, пишите об этом в комменты, мы почитаем и, возможно, что-нибудь случится. И вот я смотрю на горшечку, это очень простой язык, которому действительно очень легко обучиться, на него легко перейти с других языков в программировании, это ассистит, но габочко вектор, тяжело получить эксепшн, тяжело выстрелить себе в ногу, какой-то подход контроля ошибок, да, он мне не нравится, но он консистентный, в целом так ошибки контролировать можно. И вот я это вижу как просто повторение истории с Java, вот давайте сделаем простой язык, на который любой разработчик может перейти, любой высокомотивированный, низкоквалифицированный студент сможет начать на нем писать, и мы наконец-то сможем писать системы микросервисы, где каждая команда будет заведовать маленьким кусочком кода, и у всех все будет хорошо. Скажи, Ваня, вот ты руководитель команд разработки, они пишут на Go, вот насколько хорошо, это прям страна победивших пони, где бизнес-фичи быстро реализуются, где багов нету, или все-таки вот примитивизм в какой-то степени Go, это не серебряное поле. Давай так, у меня есть подчинение разработчики на Go, на Ruby, Frontend браузерный и .NET. И что я могу сказать, выигрывает ли как-то Гошка в конкурентной борьбе между Ruby и C-Sharp я бы сказал, что нет. У нее есть свои преимущества у Гошки, но я бы не сказал, что это прям серебряная пуля, которая спасает тебя от всех багов на проде и так далее. Меньше ли их на проде? Да скорее нет. Вопрос подходов. Так получилось, что вокруг Гошки я выстроил довольно серьезные подходы к разработке. Это довольно высокие тест-каверы, написание юнит-тестов, интеграционных тестов по сервисам, довольно жесткий линтинг, плюс еще сверху надстройка в виде снаркуба, который тебе еще приходит, какие-то странные штуки тебе выкидывает, ну и так далее. И вот это позволило снизить количество ошибок, а именно сам язык я бы сказал, что нет. То есть скорее подходы и практики тебя спасают от какого-то количества ошибок и от какого-то класса ошибок, вижу и в других языках, тоже на самом там и в Ruby с рельсами и в C-Sharp с .NET с .NET Core, там 7, какой там сейчас актуальный, неважно. Там такие же ошибки встречаются. Быстрее ли Гошка работает, чем Ruby с рельсами и C-Sharp с .NET да, в большей части кейсов да, но потом мы упираемся в базу. И от того, что мы выиграли где-то наносекунды, ну по большому счету выигрыша мы не получили какого-то. Но с другой стороны вот есть в Гошке прямая обработка, прямая работа с ошибками. Тебе нужно явно работать с ошибками. Вот ручки берешь и пишешь, если ошибка не равна нил и поехал дальше. Но как это делают ребята в .NET мире, меня берет ужас. Тебе, чтобы понять, что у тебя там 400, не знаю, какая-нибудь 418 ошибка вылезла, тебе нужно пройти 50 классов, чтобы понять, откуда у тебя эта ошибка была выплюнута. И почему именно такой код ошибки у тебя случился. Кажется, что ГО при своей простоте забирает у тебя меньше мозговых ресурсов в понимании, в чтении твоего кода, чем тот же самый C-Sharp с .NET, который, да, тебе дает очень много абстракций, да, дает тебе очень большое количество, очень хорошую работу с атрибутами, с переопределением всего и так далее, но при этом тебе больше мозга нужно включать, чтобы понять, а что у тебя в мире Дотнета происходит. Вот. Ну, короче, Гошка по мне проще, она у тебя меньше мозговых ресурсов забирает. Дотнет и Rails у тебя больше мозговых ресурсов забирает. А когда тебе нужно ревьюить код на разных технологиях, я выберу поревьюить Гошку, вот, как-то она поприятнее, попроще, меньше голова от нее болит. Есть мнение, что голова действительно меньше болит от кода на Go, потому что он прост, как лапоть, но гораздо больше начинает болеть от, знаешь, я даже не могу сказать кода, вот, от композиции микросервисов. И тут, как в известном анекдоте, когда, откуда ты это сказал? Когда у тебя в компании несколько тысяч микросервисов и приходит разработчик и говорит, вот, фичу надо запилить. А какие микросервисы мне нужно поменять, чтобы запилить эту фичу? И дальше начинается вот такое Aradeo в Slack, где этот разработчик просто бегает за командами с криком кто майнтейнет этот микросервис? А откуда он это сказал? Не откуда это сообщение отправляется, а откуда оно там берется? А я туда тоже хочу положить, что мне для этого сделать надо? И вот это занимает прям недели. Вот в таком среднем кейсе прям недели. Я вспоминаю мои монолиты на плюсах, где я 20 лет назад просто в IDE открывал этот монолит и говорил там go to definition, go to definition, file don't references, и если в монолите были минимально прочерчены архитектурные границы, то с этим можно было работать. Один микросервис на гошечке это как котенок, кутилапочка, полторы строчки кода, простенький, любой разработчик может прийти и применять большой проект, в котором этих микросервисов сотни, это как стадо котят, кута кафе, видели, стадо котят, это душераздирающее зрелище, просто можно от умиления скончаться там на месте. Если подходить к этому вопросу более серьезно, Дмитрий, вот за пределами какого-то обучения гоу на больших проектах, вот сталкивался ли ты в своей жизни с замечательным языком программирования гоу с проектами, где этого гоу много, либо в одном сервисе гоу много, либо самих сервисов много, и много это не 10-20, а 100-200-300-500, вот как тебе гоу, когда его много? Ну, как раз-таки я столкнулся буквально переходя через ротацию внутри Яндекса как раз на сервис, и там это был огромный один здоровый монолит, как раз написанный на го, в котором в принципе были как-то отчерчены границы, которые ты говорил, можно жить, но опять же все равно погружение в этот монолит было довольно болезненным, потому что скорее не только в коде дело, но и в каких-то процессах, но это уже отдельная история, как онбординг должен быть устроен и так далее. Но все равно кажется то, что монолиты на го, лучше ли, что они микросервисы, если мы четко продумываем архитектуру, эти границы выделяем, то, конечно же, лучше, потому что мне тоже приятнее ревьюить код на го. Да, тебе нужно писать вот эти строчки фэра не равны нил, но они все равно тебя подъективно ведут и выглядят при ревью более читабельными, более ты лучше понимаешь, что происходит в этом коде и так далее. Вот, но и так же Google тебя как раз составляет задумываться хотя бы минимально, не просто там кинул ошибку и забыл, а все-таки четкую прям вести структуру, как ты эту ошибку там в дальнейшем будешь обрабатывать, и ты про нее там не забудешь условно на каком-нибудь тесте, то у тебя это стрельнет. Ну вот какие-то такие у меня мысли на эту тему, то есть сталкивалась с одним огромным проектом, который монолит, который было сложно погружаться из-за того, что не были вот прям четко продуманы границы, да, и какие-то подходы, много ли микросервисов, чтобы было, не сталкивалось, вот сейчас на текущих проектах есть множество микросервисов на го, но они даже скорее не прям микросервис, это прям полноценные сервисы, как под этот баундед контекст, в который мы выделяем отдельный сервис, и там нет такой проблемы, даже тебе непонятно куда идти, то есть есть документация, есть описание, есть ритмишка, и в принципе не болит, так скажем. Ох, монолит ногой это выглядит, конечно, душераздирающе, но это тема отдельного подкаста, чтобы услышать наш этот новый отдельный подкаст, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и ваша соцсетка, какой бы она ни была, принесет вам это все в потоке каких-то других, мы надеемся, не менее интересных медиа. Я бы хотел обсудить не тему монолитов на Го, огромных монолитов на Го, а тему, что когда у тебя вот такой простой язык, как Лапоть Гоу, то твоя ежедневная работа становится тоже довольно простой. Вот рубист, типичный там рельсовик, затейник, он такой весь эгегей, с деселями, с всем этим рубевым синтаксисом, с кучей разных способов сделать код более читаемым, более поддерживаемым, с десятками вариантов, куда правильно установить бизнес-логику, на какой слой, как отрефакторить, реально человек годами может просто вот оттачивать свое мастерство руби-разработчика, как лучше рассказывать историю с помощью этого языка, с помощью DSL, с помощью популярных библиотек, фреймверков, как в минимальное количество строк поддерживаемого кода рассказывать максимально бизнес-историй. Ну, а в Гоу ты такой сидишь ред, эр, ред, эр, ред, эр, часами, днями, нескучно. Тебе, чтобы обернуть, нужно по-хорошему ее обернуть. Вот, это не выглядит так, что ред, эр, это выглядит так, как ретурн, эрр, там, что, в FMT, ERF, врапишь ошибку, возвращаешь ее, это не то, чтобы полетели по поводу рубистов, там, пайтонистов и так далее, вот, я могу на примере своего разработчика, который с Руби, с рельсы перешел в Гошку, ну, пока он мне говорит примерно так, вот там вот, я вижу, есть задачка по Гоу, можно мне, пожалуйста, ее, на Руби кто-нибудь другой попишет, пожалуйста, очень хочу, вот, потому что, когда ты смотришь на Монолит на Руби и Монолит на Гоу, ну, я по себе вижу и по своим разработчикам то, что они выберут Монолит на Гоу, потому что он более, прям, дневный, более читаемый и так далее, а вот в Руби, как раз, в рельсе, из-за того, что у тебя очень мощный DSL, из-за того, что у тебя очень много всего, вот эта вот мощь, богатство, ты постоянно страдаешь от того, что тебе нужно в одном единственном контроллере поменять, как у тебя обрабатываются ошибки, и ты идешь в базовый класс, новый наследник от базового класса, переопределить некоторые методы, а вот только потом написать логику, вот, ну, снова же вопрос вкусов, кажется, что если тебе Руби больше заходит, ну, кажется, ты на нем будешь больше писать. Есть мнение, что когда ты программируешь на таком простом языке, как Гоу, то большинство ежедневной работы, ну, ты занимаешься какими-то контролерами и задачи, по сути, с... Так у тебя же везде так. Если ты фронтендер, ты формошлеп, если ты бэкендер, то ты контроллера леп, ну, то есть тут же без разницы. Ты и там, и там что-то лепишь, у тебя и там, и там однотипная работа. Если ты бэкенд-разработчик, вот у тебя база, вот у тебя контроллер, там, неважно, кавка, хттп, чего-нибудь, и вот ты соединяешь базу с хттп, ну, там, какую-нибудь еще логику чуть-чуть напишешь, ну, и все. А так у тебя все однотипно во всех языках. Но при этом в семантически богатых языках вроде Пайтона и Рубия ты можешь оттачивать свое мастерство, красиво рассказывать историю. Куда вынести бизнес-логику? Во-во-во, я помню, как мы в Монорите Рубишном переписывали класс, который генерировал другой класс, чтобы тот генерировал третий класс, и вот тот уже генерировал контроллер с бизнес-логикой. И вот эта вот кодогенерация в рантайме, она использовалась ровно в одном кейсе. То есть чуваки написали очень мощную кодогенерацию, которая подходила под любой жизненный случай и использовали только в одном месте. Мы потратили две недели, чтобы этот кусок кода переписать из, там, десяти тысяч строчек кода в, не знаю, там, в пятьсот строчек кода. Ну, да, мощь, богатство, язык прям крутой. Потом, когда ты начинаешь это переписывать, ты страдаешь от этого. Такое себе. Снова же, мы код больше читаем, чем пишем. скучно. Я бы сказал, что нет. У тебя, как я говорил ранее, там и там будут однотипные задачи, однотипно написать контроллер, однотипно что-то сделать. И если мы говорим про то, что код чаще люди читают, чем пишут, то простота тебе будет больше бенефитов давать. Go самый классный язык в мире, пишите на Go. Если вдруг вы Haskell-разработчик, это не для вас, там Haskell-топ, уходите. Если вы хотите писать читаемый код, который сможет рассказать вашу историю именно так, как ее задумали вы и как вам ее пересказал бизнес, используйте семантически выразительный язык, например, Python или Ruby. Кстати, у нас, как у отстав, есть и Python, и Ruby, и Go-разработчики, но это темы отдельного подкаста. Дмитрий, в завершении нашего подкаста хочется спросить тебя, вот сейчас уже поработав некоторое время с Go, не жалеешь? Может, стоило перейти на Rust или на TypeScript и фигачить на Node или на что-нибудь еще такое хипстерское, другое? Вот как у тебя впечатление после перехода? Ну, несмотря, да, на многочисленные шишки, которые пришлось набить, я все-таки абсолютно точно не жалею, что познакомился с этим языком. Вот, как говорит Иваня, то, что иногда, если выбираешь между задачкой там на каком-то другом языке и на Go, пока что даже у меня возникает желание все-таки взять задачку лучше на Go. Не знаю, то есть связано ли это с тем, что просто на Go меньше пишется кода и хочется как бы туда почаще возвращаться, но в любом случае есть как есть. То есть как-то подсознательно все равно ты выбираешь этот язык и кайфуешь, куда на нем пишешь. Ну что ж, с вами был подкаст «Это Ор», где мы обсуждаем вопросы, которые крутятся вокруг IT и сталкиваем мнение. С вами в этой виртуальной студии был Иван Соловьев, руководитель команд разработки в Еврон. Да, также с вами сегодня был Гриша Петров, наш Деврел, и Дима Гонозов, наш разработчик Go и Python. Спасибо, что были с нами, спасибо, что посмотрели нас. До следующего подкаста увидимся с вами совсем уже скоро.